15 минут от центра города, но вдали от суеты. Экологически чистый район, современный дом с участком от 10 соток. Такую жизнь обещал застройщик коттеджного поселка с модным европейским названием Green Village – зеленая деревня. И пока строительные работы продолжались, страхов не было. Покупатели участков ждали обещанного. Но надежды на красивую жизнь улетучились в одночасье, когда собственник загородного поселка оказался под арестом. Проживаем здесь уже в течение трех лет. Мы брошены на данный момент. Нет ни хозяина поселка, нет и организатора в городе, нет надлежащей компании, которая бы взяла наш поселок под свое крыло. Самая главная проблема – это не переданные до сих пор коммуникации по воде и по канализации. Это до сих пор не переданная территория, это до сих пор непонятно, каким образом будет осуществляться освещение в поселке, потому что сеть осветительная тоже не закончена. Она не достроена, и та часть, которая построена, она никому не принадлежит, она до сих пор является бесхозной. В аварийном порядке уличное освещение в поселке отключили 5 марта. В некоторых домах есть вода, но она не надлежащего качества. Не до всех дошел газ, канализация и дороги. Алла Летоева купила участок два года назад. Тогда застройщик уверял – вот-вот подведет благо цивилизации к дому. Но этого до сих пор не случилось. Стихийно проложенный путь к новому месту жительства сегодня при малейшем дожде превращается в кашу. Был сильный дождь, как раз в то время весь Сыктывкар залило. В результате нам кое-как пришлось здесь добираться непонятно как до своего дома. И в результате на данный момент, вот сейчас будто бы все нормально, но если пойдут дожди, то мы будем вообще на островке. Куда не вызывать ни того же самого педиатра, ни тех же самых гостей и так далее, и так далее. Строительство дороги сверх договора. Обитатели поселка вложили уже не одну сотню тысяч рублей. В этом месте комфорт заканчивается. Дальше – поле. Вот почему жители коттеджей со страхом ждут осени, скромешной тьмой и бездорожьем. А еще из берегов снова выйдет местное озеро. Так уже было после схода снега. Тогда люди сами выкопали канавки для стока воды. Ведь, как выяснилось, ливневок строитель тоже не предусмотрел. Соседи по несчастью образовали товарищество собственников недвижимости. Но самостоятельно распутать клубок коммуникальных тонкостей не получается. Мы обращались непосредственно в администрацию города Сыктывкара. В прокуратуру были письма написаны. Соответственно, не было никаких ответов. Ответы были, но они безрезультатны. Плюс ко всему только сейчас стало понятно. При строительстве инженерных сетей допущено множество нарушений. Трубы проложены прямо под участками. И к кому теперь предъявлять претензии – непонятно. Как нам казалось, если выдано разрешение на строительство, и в этом разрешении четко прописаны требования, которые должны были быть здесь выполнены, в плане как раз-таки благоустройства поселка, освещения, дорог. Если эти требования на момент выдачи разрешения к застройщику предъявлялись, то почему они не проконтролировались? Если должны были быть коммуникации проложены должным образом, почему не проконтролировался проект прокладки коммуникаций? Ответить на все почему пока не может, увы, и мэрия Сыктывкара. Там в ответе на наш запрос заявили, что пока всего лишь разбирается в трепетиях этой необычной истории. Данный вопрос является неординарным. В отношении собственника возбуждено уголовное дело. Сами работы по обустройству общей территории в поселке выполнены некорректно. Но самое главное, что документы на данное хозяйство оформлены с многочисленными нарушениями законодательства. В таком виде подведомственные учреждения администрации города в рамках закона не могут принять их и, соответственно, не имеют права взять под обслуживание данную территорию. Тем не менее, в мэрии ведут поиск законных путей поддержки жителей коттеджного поселка. А ведь когда-то, по задумке организаторов, в поселке Гринвилледж должны были обосноваться 70 семей. Выкуплены ли все участки – неизвестно.